Первоуральский перекресток улиц Леонида Вайнера и Ульяны Громовой в течение нескольких часов стал местом трех дорожных аварий. Каждое из этих столкновений могло закончиться весьма печально и только чудом обошлось без пострадавших. Черным днем для этого перекрестка стал минувший четверг. В полдень здесь столкнулись серая Лада Веста и бордовый Фольксваген Пола. Водитель Фольксвагена, по его признанию, не заметил остановившуюся впереди него для поворота налево Ладу. Ехал за машиной, не заметил. Он включил поворот налево, сам остановился. И я, видимо, уперся в него. Ликвидация последствий этой аварии заняла довольно продолжительное время, но только перекресток удалось расчистить, как на нем произошло следующее столкновение. Водитель черного Хенде, двигаясь по улице Ульяны Громовой в шестом часу вечера, решил пересечь улицу Вайнера в прямом направлении на парковку магазина «Магнит» и не заметил приближавшуюся слева Део Нексия. Обзор ему закрывала другая машина, да и скорость Нексии была немаленькой. В результате удара в заднюю левую дверь Хенде развернуло на 180 градусов. Водитель не пострадал, но был признан виновным в столкновении, так как улица Громовой является второстепенной по отношению к улице Вайнера. И, наконец, уже около восьми часов вечера на том же самом перекрестке произошла третья авария, причиной которой вновь стала невнимательность водителя. Рулевой белого универсала, поворачивая направо с Вайнера на Громовой, проигнорировал торможение впереди идущих «Жигулей» и врезался в корму отечественного седана. Но это было бы еще полбеды. «Жигули» притормаживали не праздности ради, а чтобы пропустить пешеходов. Двух парней, один из которых до этого катился на велосипеде, но законопослушно спешился для преодоления проезжей части. Пешеходы хоть и получили удар, но место ДТП покинули даже не останавливаясь. Водителям же пришлось лезть за своими страховками. Если авария на этом перекрестке продолжится с такой же периодичностью, городским властям стоит задуматься о принудительном регулировании движения в этом месте.